Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы продолжим сейчас разговор о втором послании апостолу Павла Коринфянам и обратимся ко второй главе этого послания. Фрагмент, который начинается последними стихами первой главы и первыми несколькими стихами второй главы, говорит о том, что, вероятно, Павел видит некоторый смысл, понимает, даже, может быть, не столько понимает, сколько чувствует, то почему не получается у него прийти в Коринф? Он не готов просто сослаться на то, что так сложились безликие посторонние внешние обстоятельства. Нет, он пишет, что в этом, вероятно, некоторый смысл есть, но в первую очередь этот смысл в области отношений Коринфян с Богом. Это ваша вера, ваши отношения. Вы в них тверды, а я не собираюсь в вашей вере начальству быть начальником, командовать. Ох, как было бы хорошо, если бы, знаете, духовенство видело этот пример, потому что, конечно, на протяжении столетий мы с большой легкостью забываем о том, что никто не должен командовать чужой верой. Ну, нам кажется часто, что можно и даже нужно. На самом деле, конечно, нет. Ну вот, но Павел пишет здесь о другом. Он возвращается снова, действительно, его мысль часто в этом, по крайней мере, послании движется кругами. Ну, или по спирали, если кому так больше нравится. Он возвращается к тому, с чего начал первую главу, с чего начал вообще послание, вот, к этой самой скорби и утешению. И он говорит, что, ну вот, понимаете, есть между нами некоторое огорчение, некоторое огорчение. Теперь он, собственно, от общих слов о скорби, об утешении, о надежде на Бога, которые были в первой главе, теперь он переходит к конкретным событиям в общении и говорит о том, что есть некоторое огорчение. Тот, кто меня огорчил. Но он на самом деле, говорит апостол, и вас тоже огорчил. Просто вы не сообразили, не поняли, что произошло. Ну вот, а где здесь место утешения? Как со всем этим быть? И вот апостол говорит о том, что тот, кто огорчен мною, он обрадует меня. И я могу обрадовать того, кто огорчен мною. Вот пытается он выстроить некоторую такую картину. Нельзя сказать, чтобы она получилась непротиворечивой или хотя бы понятной. И в конце концов, в общем, он оставляет эти попытки и говорит, что, ну вот, огорчение. Ну и нам надо как-то пытаться суметь обрадовать друг друга в том, где мы, в чем мы огорчили друг друга. И поэтому я вам и пишу, и написал вам со слезами, не чтобы вас огорчить, но чтобы вы поняли, какую любовь имею я в избытке к вам. Вот, собственно, что Павел и хочет сказать. Вот этот поиск обрадования в огорчении друг друга – это выражение того, что он имеет любовь к этим самым коринфянам. Ну и дальше апостол, собственно, говорит о конкретном человеке. Что делать с тем, кто огорчил Павла? Ну, представьте себе, в самом деле, пришел апостол, что там о нем не думаю, он апостол. Он основатель этой общины. Он с самого начала учил, рассказывал о Христе, потом ушел на другое служение. И вот, когда он вернулся, кто-то отнесся к нему с большим пренебрежением и сказал ему что-то вроде «ну ты еще тоже будешь нам тут рассказывать, мы давно уже высшее богословское образование получили, а ты нам все прописи». Примерно такой сюжет, на самом деле, происходил, так сказать, в коринфской общине. И вот апостол говорит, что на самом деле это ведь не только для меня огорчение, это и для вас огорчение, это и для вашей веры уничижение. И судя по тому, что говорит апостол, в конце концов, возможно, после предыдущего письма, которое было письмом со слезами, а христианская община коринфа, ну, все же указала этому провинившемуся человеку на его неправоту и, может быть, даже удалила его от церковного общения. Вероятно, да, так оно и было. И вот поэтому Павел и пишет о том, что, ну, собственно, все, все, хватит, хватит. Вы обозначили свою позицию, вы назвали вещи своими именами. Действительно, он, этот человек, огорчил не меня, но отчасти и всех вас. Ну, хорошо, да, вы показали этому человеку, что так нельзя. Теперь надо его простить. Теперь надо его простить и утешить, чтобы он не был поглощен чрезмерной печалью. «Потому прошу вас оказать ему любовь». Вот этот фрагмент текста сосредоточен вокруг прощения. Понимаете, какая штука удивительная на самом деле выявляется в том, как Павел об этом пишет? Он, по-видимому, не предполагает, что порка – хороший метод воспитания. Когда люди воспитывают детей или собак, а мы, в общем, делаем это примерно одинаковыми методами, к стыду нашему, надо признать, то устроено все просто. Собачка или ребеночек провинился, ему порку, можно на мороз на улицу или там какие-нибудь еще, под затыльник, разные методы, пинками можно. Ну и принято считать, что тогда человек научится понимать, что можно, что нельзя. Такая вот работа в духе друзей Иова. Но Павел не считает, что отвержение, наказание, изгнание, такие нравственные побои могут что-то изменить или исправить. Понимаете? Они могут только раздавить личность, убить ее, но ничего не изменить. Меняет прощение. Понимаете, меняет, как Павел говорит, когда мы оказываем любовь человеку, чью неправоту мы обозначили. Да, называть вещи своими именами необходимо. Да, наверное, надо быть готовыми к прекращению каких-то отношений, но по-настоящему воскрешает все порушенное. прощение, прощение, прощение. Поэтому Павел об этом говорит. Окажите ему любовь. И еще один очень важный момент, который он здесь пишет. прощает, я прощаю того, кого вы прощаете. И потрясающе. Простил для вас от лица Христова. Если я в чем кого простил, говорит апостол, простил для вас от лица Христова. То есть, вот это прощение, оно, во-первых, распространяется на всю общину, на всех, кто вокруг, на всех, кто рядом. А во-вторых, это действительно прощение, которое дается от лица Христова. Потрясающе совершенно. Павел видит, что действительно он может, он может прощать. И это может быть от лица Христова. Почему? Да потому что кроме Иисуса Христа нет другого источника прощения в этом мире. Это не человеческое вообще дело. Это всегда проявление вот милости Божьей. Дальше в следующем отрывке Павел будет отталкиваться от этой мысли, от того, что в прощении, в любви всегда действует Христос, всегда он побеждает таким образом злой распад этого мира. И вот дальше он пытается говорить о победе Христовой. Вот в Трааде нам была открыта дверь для благовествования. Он говорит о том, что Бог дает нам торжествовать во Христе, потому что вот победа, победа Бога совершается. Тоже нельзя сказать, чтобы был логичным переход между предыдущим фрагментом к этому. Может быть, Павел, знаете, диктуя, дошел до логического окончания своей мысли, мысленно поставил точку, повернулся, зашагал в другую сторону и диктует о другом. В те времена не было принято разделять по пунктам первое, второе, третье. А так, может быть, знаете, он бы и поставил здесь какую-нибудь цифру. Переходим к следующей теме. Следующая тема – это вот такое победоносное служение. Хотя, конечно, оно связано с предыдущим разговором, потому что, как там Павел говорил о победе Христа в нашем прощении друг друга, так здесь Павел говорит о победе, о благоухании, победе, о торжестве Христа в его служении, в его проповеди. Бог дает нам торжествовать во Христе. Так он выражается об этой своей проповеди. То есть, на самом деле, Павел видит так, что это Бог все делает, это Бог приходит к людям, это Бог старается и успевает обратиться к сердцам людей, достучаться до них. А, собственно, Павел и другие участники этого процесса не более чем участники. Для Павла это важно очень. Не присвоить себе, не считать, что это мы такие суперские миссионеры намиссионерили, и пусть нам Бог теперь выпишет премию. Нет. На самом деле, в контексте всей тематики посланий к Коринфянам это важно для апостола, потому что апостол ведет где-то очень глубоко и пока не явно свою мысль к разговору о простоте обыкновенности своей проповеди. В том, что его проповедь, по-видимому, ничего такого особенного не совершала. У него есть к этому прицел, так сказать, и он заговорит об этом дальше. Но здесь пока Павел говорит, да, вот был успех в этой проповеди, да, но не потому, что это я, а это торжество во Христе, которое дает Бог. Благоухание о себе, благоухание знания о Христе распространяет, да, как, знаете, вот благоухание, действительно, распространяется беспрепятственно, постепенно, по чуть-чуть, но оно распространяется. Невозможно остановить запах. Ну, если только, конечно, вы не научитесь делать герметические помещения, но в те времена этого делать не умели. Вот. Благоухание знания о Христе, то есть, на самом деле, то, что Павел выбрал эту модель, для него важно, симптоматично, он, по-видимому, считает, что это действительно потрясающее, нечто страшно приятное. И даже он потом еще скажет, животворное для людей. Это что-то такое радостное, красивое, прекрасное, то, от чего ты наслаждаешься, полнотой чего, вот это вот самое благоухание. И дальше он говорит, собственно, вот мы и есть то благовоние, которое Христос приносит жертву Богу. Понятное дело, что Павел имеет в виду, Господи помилуй, вот этот самый жертвенник Кадильный в Иерусалимском храме, где воскряются благовония Богу, как жертва благовонная. Но в то же время и для его читателей тоже этот образ, думаю, был вполне ясен и понятен. И вот он говорит, мы то благовоние, то благоухание, которое Христос приносит Богу. Мы имеется в виду люди, чья жизнь изменилась, люди, в чьей жизни Евангелие Христово торжествует, люди, которые действительно обратились к Богу и к его заповедям. Вот и Павел говорит о том, что это во всех, во всех, и среди тех, кто спасается, и среди тех, кто погибает, среди тех, кто принимает это торжествующее свидетельство у Павла или нет. Он говорит, что слово-то одно и то же, проповедь одна и та же, и это торжество, которое Богу принадлежит. Но в зависимости от того, как люди на это реагируют, откликаются, это будет благоухание живительное для одних, смертоносное для других. Собственно, для Павла еще здесь существенно, что он говорит, но мы не повреждаем слово Божие, как другими. как другие, мы проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом, во Христе. В предыдущей главе он говорил в простоте и искренности. Здесь, видимо, там, слово простота ему не продиктовалось, но, тем не менее, он говорит примерно о том же. Он говорит, что вот это Бог торжествует, а мы, собственно, наша задача только не повреждать его слово, в простоте, в Боге свидетельствует, проповедуем искренне от Бога перед Богом во Христе. Вот задача и вот, собственно, что Павел это видит, а то, что может быть высоким успехом этой проповеди свидетельства, это не от Павла, это от Бога. КОНЕЦ